Это дисплей системы AIS, модель Furuno FA-170. Он подключен к компьютеру с установленной программой Transas NaviSailer 3000 EXIS. Так выглядит блок схемы системы AIS. В нее входит монитор, приемопередатчик, антенна и блок питания. А это схема подключений. Нас интересуют вот эти 6 компортов. К ним можно подключать радары, электронные карты, пайлот-плаг, внешние GPS и курсоуказатели. Наши карты Transas подключены к компорту 6. А так выглядит приемопередатчик с открытой крышкой. Вот эти компорты и наше подключение к компорту 6. Два провода на передачу и два провода на вход. Вот есть у нас карты Transas 3000 с подключенными сенсорами, в том числе AIS. Вот он. Мы можем видеть другие суда. Вот, например, тут другие суда. Можно посмотреть, что это за судно на AIS показывает. Но отправлять сообщения с нашего судна мы не можем. Сейчас будем разбираться, в чем причина и исправлять этот недостаток. Ну, мимоходом можно вот взглянуть на вкладку AIS. Сейчас мы стоим на якоре. Нажимаем кнопку Edit. Сейчас можно здесь редактировать. Ну, хотим поменять, например. Underway Using Engine. Нажимаем и подтверждаем. Apply. И что мы видим? Опять возвращается в состояние на якоре. То есть, в состояние ток, в котором находится AIS. Получается, что мы отсюда отредактировать его не можем. Ну, сейчас будем исправлять. Вот есть такой компьютер, на котором установлен транзас. На нем нет ни одного компорта, только USB-порты. Вот, с задней стороны подключено. Видно только USB-порты. И для того, чтобы подключить все сенсоры, нам нужно использовать вот такое соединение. Вот, например, идет провод от AIS. Переходник RS-485-422 на RS-232. И дальше идет RS-232 на USB. Сигнал приходит, но в обратную сторону не идет. Сообщение от транзасовского компьютера. СКАР послать на AIS. Это заединение возможности не дает. Если бы здесь на компьютере был хотя бы один компорт, то можно было сигнал от AIS, провод от AIS через вот этот переходник RS-485-422 на RS-232. Можно было спокойно в обе стороны передавать сообщение. В нашем случае мы только получаем сигнал от AIS, но передать ничего не можем. Для подключения AIS к транзасу будем использовать вот такой вот переходник между USB и сериал-портом. От него можно сразу подсоединить сигнал NMEA к USB. Вот фирма Actisense выпускает такие конверторы. Сюда подключается, через вот такое соединение подключается NMEA сигнал. Отсюда берется выход на USB. Вот такой вот. Ну вот такой вот приборчик стоит 150 долларов. Ну он себя оправдывает. Сначала надо установить драйвера. Вот берем те, что я скачал с сайта с официального Actisense.com. То, что под нашу систему подходит. То и устанавливаем. Так, установили драйвер. Что еще тут можно взять? Actisense Windows USB приинстал. Последняя версия. Все готово. Вот как выглядит старое соединение. Здесь у нас два переходника. Вот этот RS-232 на USB. Дальше пошел на компьютер. И вот такой вот RS-232 на RS-420. Здесь мы видим два провода на прием. Два провода на передачу. И если бы сейчас подключить сюда питание. Я думаю, что хватило бы силы продавить эти два переходника. Вот эти вот два переходника. Но, чтобы не заморачиваться с дополнительным питанием. Я вот эти убираю. Устройство. И вот эти четыре провода. Два на вход, два на выход. Будем делать через адаптер Actisense. Вот так это теперь и выглядит. Конверторы заменены на Actisense USB 2. Видим моргающие лампочки. Это идет обмен данными. Все сейчас работает. Сообщение как от АИСа к Транзасу, так и от Транзаса к АИСу. Все идет в двух направлениях. Все нормально. Итак, мы установили Actisense конвертер. И сейчас мы можем редактировать свои статические данные из программы Транзас. Мы на якоре. Можем поставить здесь Мурит, ошвартованные. Изменить пункт назначения. Напишем Панама, например. Также можем заменить время, прихода в порт, дату. Все. Теперь осталось нажать Apply. Кнопочку. И все это сохраняется. Все эти... Наша редакция состояния отображается и сохраняется на АИСе. Все. Передача пошла в оба направления. Также мы тут проверили связь с другим судном. Отправили сообщение. Подтвердить наше текстовое сообщение. Вот с тем судном проходящим. Вот отправили ему. И он прислал подтверждение, что сообщение получено. Так что сейчас все работает. Сообщение уходит в два направления. Мы получаем, мы отправляем. Все. Все.